Напомним, столкновения в Одессе начались 2 мая в пятницу. Боевики радикальных националистических организаций, поддержанные футбольными фанатами, напали на лагерь активистов антимайдана. Начался погром, закончившийся диким побоищем. Укрывшихся в доме профсоюзов людей, озверевшие националисты попросту сожгли, подпалив здание бутылками с зажигательной смесью. И все это на фоне отвратительного бездействия милиции. Вот что рассказал нам сегодня во время связи по скайпу Евгений, житель Одессы. Абсолютно точно было известно, что что-то будет, потому что об этом знали врачи. Имена людей, которые это организовывают, они есть в соцсетях, они обменивались сообщениями. Было абсолютно понятно, как это предотвратить, можно было отследить и так далее. И милиция, как минимум, обязана иметь в этих кругах своих информаторов, как это всегда во всех милициях делается. Ничего из этого не было сделано. Милиция никаким образом не попыталась предотвратить. А вот фрагмент письма, который прислала своей подруге в Брянск, жительница Одессы, опубликована в электронной версии брянских новостей. «Я стоял внизу рядом с толпой обколотых и пьяных ублюдков. Они были вооружены палками с гвоздями, кувалдами, арматурой и огнестрельным оружием. Представляешь, стоят рядом со мной, показывают на крыше и во всех красках описывают, что они сделают с рашкинцами и колорадами. Если бы они узнали, что я мама одного из тех, кто в здании, меня прямо там убили бы». Конец цитаты. Это как раз тот случай, когда комментарии излишни.